Если бы тебе не было страшно, тебе не было бы так интересно. Америка, кого бы она ни выбрала, не превратится в тоталитарно-фашистскую диктатуру, в путинскую Россию. Путинский режим создал себе серьезные проблемы. Кровушка ударяет в головушку. Появление большого количества таких людей на улицах России приведет к какой-то самоорганизации тех людей, которым это не нравится. Конечно, иди соси, черт, блядь. Что бы сегодня российская власть ни делала, не идут дела. Когда, наконец, Россия ведет тотальную цензуру, вот тут ее население и скажет, хватит. От Ринат Довлет-Глязеев, Ходорковский лайф, среда, 17 часов. Шумят машины, но не обращайте на это внимания. Шлю пламенный и страстный привет из небольшой грузинской деревеньки. Долго искал место, откуда можно выйти в эфир. Еле нашел. Поэтому прямо сейчас переходим к беседе с Дмитрием Львовичем Быковым, потому что это время программы «Навигатор». Чрезвычайно рад приветствовать Дмитрием Львовичем. Здравствуйте, Ринат, здравствуйте всем. И даже в наших грузинских провинциях все и только говорят, что о выборах в Соединенных Штатах Америки. Вот удивительное дело, российские выборы, российского зрителя и человека голосующего интересуют мало. Американские заводят, возбуждают гораздо сильнее. Но вообще, конечно, то, что мы наблюдали в воскресенье, и вот этот великий кадр, похожий на кадр Ивадзима, Дональд Трамп, скинувший победный кулак. Победный ли это кулак? Вообще, насколько американские выборы превратились в удивительный трейлер? И помните, триллер, конечно, а не трейлер никакой. Триллер, насколько они превратились в триллер? И помните ли вы когда-нибудь подобные увлекательные электоральные процессы в США? Ну, во-первых, это все-таки пока еще трейлер. Вы абсолютно правы. Триллер будет не брех. Пока это не более чем эскиз будущего, действительно, довольно литературного, довольно кинематографичного процесса. И все уже аналогии с «Мертвой зоной» и «Кинговской» и все уже 13 июля, простите за ужасное слово, озвучили. А тут, понимаете, две вещи. Во-первых, все-таки американские выборы всегда должны сопровождаться некоторым эмоциональным напряжением и даже эмоциональными крайностями. Понимаете, что, как говорится, если бы тебе не было страшно, тебе не было бы так интересно. Всегда необходим серьезный риск, чтобы заговорили либо о готовой победе одного из кандидатов, либо о неизбежной фальшизации страны. И политика нужна для того, чтобы отвлекать людей от смерти, от старости, а для того, чтобы отвлечь от смерти, нужно обладать довольно серьезным, ну, скажем так, зрительским потенциалом. Это первое. Второе. Как правило, Господь довольно жестко наказывает тех, кто уже решил, что держит его за бороду. Ведь здесь действительно, понимаете, у Трампа очень хорошие шансы о том, что Байден стар и что Байдена надо менять. Не говорит только ленивый, в том числе в демократическом стане. А Байден при этом подтверждает свою готовность не отступать до конца, не сниматься, идти на дебаты. Что тоже, кстати говоря, вызывает разноречивые оценки. С одной стороны, говорят, да, вот настоящий мужчина, с другой топит себя и партию. Все это весьма любопытно. Кстати говоря, выбор Венса в качестве вице-президента, Вайс Венс, то, о чем сейчас все говорят, думают, что даже и в деревеньках, отдаленных по всему миру, это тоже со стороны Трампа довольно такой странный шаг-палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, Венс считается последовательным и харизматичным консерватором. С другой стороны, он начинал как яркий критик Трампа и считал, что мало что может быть хуже, чем его победа. И от таких перемен он не застрахован. И самое главное, что этому человеку запрещен въезд в Россию. Нынче он, возможно, став вице-президентом, он окажется выше этого запрета. Но отношение России к нему было пока до сих пор еще более консервативным, чем его собственная позиция. Он, правда, свои позиции пересмотрел, вроде бы там насчет абортов смягчился и так далее. Но то, что он не станет другом Путина, это пока довольно вероятно. Как раз в этом случае Трамп более, как мне кажется, шаток и более опасен. Америка же, понимаете, все-таки отличается от остальных стран мира тем, что ни один президент и ни один вице-президент не меняет ее политики, не отменяет ее принципов в главном. Вот эти разговоры, такие влажные мечтания, которые пошли уже во многих российских изданиях, что Трамп придет к власти и тут же полностью прекратит помощь Украине, тут же сбросит Зеленского, тут же поцелуется с российскими властями и так далее. Все эти разговоры не основаны абсолютно ни на чем. Америка не выйдет из НАТО. Америка не откажется от идеи защиты демократии во всем мире. Америка не откажется от помощи Украине. Естественно, что объемы этой помощи могут сократиться, потому что Венск как раз долгое время за это агитировал. Но еще раз говорю, победа Трампа, о которой заговорили как о свершившемся факте, за 4 месяца до выборов далеко еще не является ни фактом, ни даже такой 100% убедительной тенденции. Я могу без, так сказать, большого риска, без каких-либо упреков в банковании со стороны оппонентов, могу сказать, что ситуация еще и дважды, и трижды радикально поменяется за эти 4 месяца. И, во-первых, возможно, что демократы все-таки сделают другую ставку. Во-вторых, возможно, со стороны Трампа внезапные изменения, он сам сказал, что на него покушение повлияло по-человечески очень сильно. Да и Венск опять-таки может такого наговорить, что симпатия к нему, вера в него как паризматичного политика может многократно пошатнуться. Иными словами, Америка темой прекрасна, что она абсолютно непредсказуема. И для, кстати говоря, для остального мира это прекрасно еще и потому, что в течение ближайших 4 месяцев нам с вами будет о чем думать и говорить. Мы о наших собственных проблемах, в том числе о проблемах России, забудем довольно основательно. Да, и у Маргариты Симоньян будет возможность высовывать американский флаг из автомобиля и радостно разъезжать по Москве от любой новости про повышение электоральных рейтингов господина Трампа. А существует ли, задаю вам вопрос, как человеку, который разговаривает с нами, с аудиторией Ходорковский лайф из Соединенных Штатов Америки прямо сейчас. У американского общества ответ на вопрос, если не Байден, то кто? И вообще, есть ли сам по себе этот вопрос? То есть обсуждается ли возможность, что не Байден, что кто-то другой? Ну, этот вопрос обсуждается очень активно. Вопрос в том, что Байден сам, видимо, не представляет себе никого другого. Конечно, у него нет в душе такой уверенности, как у Путина, что есть Байден, есть Америка, нет Байдена, нет Америки. Такого принципа у него в душе нету, и это делает его, невзирая на возраст, пока еще довольно вменяемым человеком. Кстати говоря, очень многие российские СМИ, я тут по случаю ознакомился с ними, в одном доме, где я был в гостях, был телевизор. Я немножко посмотрел российские программы, там для того, чтобы примерно представлять атмосферу России, иногда смотрят Россию, Первый канал. Так вот, там сказали, что Байден через полтора часа только отозвался на покушение, но а Путин-то ведь вообще на него не отозвался, понимаете? Там же, на самом деле, если уж говорить о реакции Байдена, о деменции Байдена, то он, по крайней мере, ездит по всему свету довольно активен и, по крайней мере, пока еще не отождествил себя судьбой своей страны. Это все говорит о том, что он человек гораздо более здравомыслящий, чем некоторые, скажем так, более молодые политики. Значит, если не Байден, то кто? Этот вопрос будет иметь смысл только тогда, если мы окончательно уставим ответ на два вопроса. Во-первых, так сказать, мува был ли, сдвигаема ли, перемещаема ли как-то позиция семьи? Потому что семья пока строго поддерживает Байдена в его желании баллотироваться. Мы не знаем, насколько это основательно. И второй вопрос. Действительно, очень многие говорят, что единственный человек, способный перебить сегодня как-то успех Трампа, это сильный вице-президент со стороны Байдена. Это и лучше бы всего другой кандидат в президент со стороны демократов, и лучше бы всего женщина, о чем все говорят. Но Мишель Обама выразила вроде бы стойкое нежелание участвовать в гонке в этом году. А может быть появится совершенно неожиданно темная лошадка, будет сделан какой-то внезапный, стремительный и сильный ход. И я продолжаю оставаться насчет своей интуиции, что Америка при заведомо безнадежном выборе между Трампом и Байденом может поставить на кого-то третий. Вот кто будет этот третий, это мы с вами узнаем уже в течение ближайшего месяца. И последний, наверное, вопрос, который касается американских выборов, чтобы не утомлять нашу аудиторию, задам. А вот принцип «не дай бог», который мы помним по выборам 96-го года, вообще этот лозунг «не дай бог», как вам кажется, он в Америке сегодня, он касается скорее Трампа или Байдена? То есть «не дай бог» Трамп или «не дай бог» Байден? Что актуально? А знаете, если брать позицию демократов, то для них Трамп, конечно, вот то, что называется «не дай бог», но все равно это не Зюганов. Потому что, понимаете, если бы пришел к власти Зюганов, всеми институтами общество пожертвовало бы немедленно. Сам Зюганов этого бы не хотел, его бы это заставили сделать радикальные сторонники. Америка, кого бы она ни выбрала, останется Америкой. Вот это очень важно. Она не превратится в тоталитарно-фашистскую диктатуру. В крайнем случае она поставит себя на грань гражданской войны. Гражданская война здесь уже была, и мы помним, кто в ней победил. Как правило, в гражданской войне сторонники рабства проигрывают. Поэтому поглядим, что получится. Пока одно можно сказать. Победа любого кандидата не превратит Америку в путинскую Россию. Не приведет к арестам по политическим мотивам. А если приведет, то придется быстро отыгрывать назад. Не приведет к массовому отъему прав у населения. С американским населением такое, в общем, не очень-то получится. А произойдет главное, чего не было давно. Как писал, много раз я цитировал, писал Томас Манн, любая победа зла хороша уже тем, что заставляет консолидироваться силы добра. Вот эту консолидацию мы увидим очень скоро. Про реальность путинской России, современной путинской России, хочу поговорить. Меня две новости поразили, ну и возмутили, естественно, одновременно. Это новости из Волгограда и фотографии жуткие, как и свошник расстрелил детей. Открыл огонь по детям, которые просто слишком громко слушали музыку. И видя из московского метро, как тоже симпатизирующий за эту идею мужчина, ну, мне сложно назвать его мужчиной, практически избил девушку за то, что у нее короткие волосы, материл, угрожал изнасиловать ее и ее молодого человека. Вот это вот реальность путинской России. И вы знаете, я вот обратил внимание на заявление депутатки Нины Останиной, которая совсем недавно, например, комментируя право депутата Слуцкого лапать за попу журналистов в Госдуме, говорила, что ну он же мужчина, пусть лапает. Даже она сказала, что пора это прекращать. Как это прекратить? И можно ли это прекратить? И это главная реальность современной путинской России, помимо арестов политзаключенных бесконечных. Тут, понимаете, самое-то печальное, что есть некоторые объективные цепи. Мы уже привыкли к тому, что цифры из путинской России, ну, например, цифры социологии, всегда врут, что они рисуют стопроцентную поддержку там, где нету, и 50%, ну и так далее. Иными словами, у нас есть рост преступности в России после возвращения участников СВО, там участников войны, назовем вещи их именами, порядка 70%, 70%. Это довольно серьезный и довольно пугающий рост. Понимаете, я говорю об этом без тени злорадства, и вообще меня отрицательные, пугающие новости из России, они меня совершенно не радуют. Ну, хотя бы потому, что там остается довольно много моих друзей, да и потому, что, понимаете, страна, в которой я прожил 50 лет, ну, там чуть меньше, потому что я в Штатах работаю, условно говоря, с 15-го года, но все равно. Для меня эта страна никогда чужой не будет и безразличной. Поэтому там живет много моих друзей, много людей, которые критически зависят от ситуации. Кстати говоря, среди моих студентов весьма много людей отнюдь не про путинский взгляд. И если они окажутся заложниками, вернувшихся из зоны СВО и абсолютно неадекватных людей, вы знаете, что торговля оружием в юго-западных областях России, там, где война близко, она идет абсолютно свободно. И если вооружить значительную часть российского населения, мы знаем, чем это всегда кончается. Мы прекрасно помним ситуацию 17-го года, которая из-за этого во многом и стала возможна. Ведь, понимаете, нельзя провернуть абсолютно очевидные железные социологические законы. Человек, который вступает в войну, подталкивает страну к революции. И потому что он вооружает население, и потому что значительную часть населения он лишает тормозу. Это довольно печальная закономерность. И радует нас это или не радует, меня это, например, не радует абсолютно, и появление большого количества безбашенных агрессивных людей, и самые негативные тенденции, кроме того, бесконечная самовлюбленность и чувство вседозвольности у так называемой новой элиты, как называет их Путин, это тоже довольно серьезные триггеры. Поэтому, разумеется, каково бы ни было положение в Штатах, положение в России будет таково, что солидаризироваться с этим режимом, поддерживать его будет совершенно невозможно. И еще одна, понимаете, еще одна вещь, которая практически неизбежна. Видите ли, появление большого количества таких людей на улицах России Воленс-Ноленс приведет к какой-то самоорганизации тех людей, которым это не нравится. Как правило, вот обратите внимание, уж казалось бы, у афганцев все было в порядке с народной поддержкой, моральная санкция, и то ничего из афганских движений, из афганских политиков, ну, например, там вспомним Червонопискова, не вышло. Потому что это были люди с очень явным посттравматическим синдромом, и никакой массовой поддержкой они не пользовались. А россияне же, они многое могут простить власти. Так уж они устроены. Но они не многое могут простить соседу. Особенно, если этот сосед действительно начинает постреливать в вашего ребенка. Или приставать к вашей короткостриженной дочери, которая ни сном, ни духом никакого отношения к ЛГБТ и трансгендерам не имеет. Поэтому, да хоть бы и имела. Видите, все-таки здесь дитятка, это такое кровиночка. Это для многих россиян довольно серьезная вещь. Отдать на фронт – да, а вот дать, чтобы сосед стрелял – нет. Поэтому, как ни странно, хотя это было довольно предсказуемо, путинский режим в очередной раз создал себе серьезные проблемы, образовав вот этот клан людей, хлебнувших, как они ласково говорят, кровушки. Кровушка ударяет в головушку и приводит к некоторым совершенно необратимым поведенческим последствиям. Субтитры создавал DimaTorzok Еще немного про разгул на улице хочу поговорить, потому что, когда я думал про вот этот разгул, я вспомнил другой разгул, который устраивал лично я в 2018 году в разгар чемпионата мира по футболу. И тогда совершенно, конечно, иные ощущения от страны, от времени, от людей были, когда мы обнимались там с латиноамериканцами, вместе болели за итальянцев и так далее, и так далее, и так далее. И вот сейчас я обратил внимание, что, несмотря на то, что власть всячески делала вид, что нет чемпионата Европы по футболу, что игры чемпионата Европы по футболу не показывало ни один федеральный канал, только Матч ТВ. Я, кстати, поставил рейтинги, у Матч ТВ в итоге рейтинги полуфинала и финала выше, чем рейтинги программы «Время». То есть это очень круто, это говорит о том, что людям это интересно. И, знаете, я смотрел эти трансляции, и я не слышал из уст комментаторов ни одного слова типа «легушатники», «англосаксы». Наоборот, все дико симпатизировали, там, не знаю, кто за кого болел. И я подумал, может быть, ничего не поменялось? Может, на самом деле это ничего не поменялось? Люди ненавидят этих СВОшников, которые стреляют в их детей. Люди хотят болеть за сборную Англии. Люди не считают, что англосаксы и макронята – это враги. Может быть, мы правда не так далеко ушли от 2018 года, как кажется? Ренат, вот это самое страшное. Понимаете, вам в этом видится некий позитивный намек, а мне, наоборот, довольно страшная тенденция. То, что люди не ушли далеко от себя образца 2018 года, это говорит, к сожалению, только о том, о чем нам все время напоминал Честертон – «набывать или не прошибешь». Понимаете, миру ли провалиться или мне чаю не пить? Во-первых, этим людям до сих пор интересен европейский футбол. Во-вторых, футбол интересует их гораздо больше, чем любая актуальная повестка. В-третьих, их совершенно не волнует положение в России, но очень волнует, кто и как пробил пенальти. Понимаете, это как раз довольно мрачный тренд, который, в общем, такой даёт очень интересный штрих к портрету современного россиянина. На словах мы ненавидим Европу и всё европейское, но на деле мы хотим и готовы пользоваться европейскими курортами, европейскими программами, европейским чемпионатом. А я уже не говорю про вещи, изготовленные за пределами России. Понимаете, от айфона-то никто особенно не готов отказываться. Да, это и вкусная точка, плохая замена Макдональдсу. То есть, иными словами, вот это такой самый отвратительный нарратив. Россиянин презирает глубоко весь остальной мир. Но он готов пользоваться продукцией этого мира, смотреть кино этого мира, его футбол, и при этом говорить, да пусть эти клоуаны обслуживают меня, а я в душе их буду ненавидеть. Это немножко такая, знаете, позиция человека из глубокой российской провинции, и приезжающего на европейский курорт. Да что европейский, пусть даже турецкий. Вы знаете, что Турция как раз своим евроазиатским положением особенно гордится. Половина там, половина сям. Приезжает он, да, ему активно не нравится, что эти смуглые люди перед ним шустрят. Он готов класть ноги на стол, да, посылать за пивом. И все время при этом демонстрировать свое преимущественное, свое, непонятно чем купленное, высокомерие, свое положение такого, знаете, барина, приехавшего в свою деревню. Это очень неприятный тренд. Особенно потому, что, понимаете, Европа пока ничего не научилась этому противопоставлять. И на местных курортах все равно очень рады таким клиентам, именно потому, что они готовы, были готовы, сейчас у них денег нет, но тогда они были готовы спускать серьезные деньги. Кстати говоря, Матч ТВ сопровождала свои трансляции такой пугалкой, страшилкой, считалкой, где собирается российская молодежь и кричит, да, хотя нас нет на чемпионате, но все равно мы лучше всех. Кстати говоря, это единственный способ быть лучше всех, это не участвовать в чемпионате. Мы можем всем говорить, что нас не впустили, иначе бы, конечно, наша сборная всех уделала, там и разговора нет. Все мы знаем, что такое наш футбол. Поэтому я-то, кстати говоря, сам далеко не спортивный фанат, и я чувствую вот этой спортивной патриотической гордости, и, на мой взгляд, России есть чем гордиться и без футбола. Но серьезно, если говорить, то как же меня бесят и огорчают вот эти российские зрители, которые ненавидят англосаксов, презирают англосаксов, едят и смотрят англосаксонское. Вот такая обывательская непоследовательность, кажется, мне первым признаком уже системной деградации. Ой, и наверняка вы видели еще видео с нашим общим, ну, как минимум, знакомым, но я думаю, что еще и товарищем, Артуром Смолениновым из Берлина, когда он со своим другом шел на футбольный матч, а к нему докопался наш с вами, значит, товарищ по паспорту, гражданин России, довольно выпивший, который начал его материть, обвинять в том, что он предатель Родины. Но самое удивительное, что он обвинял Артура Смоленинова в том, что он предатель Родины и идет на футбол. В Берлине, и сам тоже находился в Берлине, и тоже шел на футбол. И вот это меня просто поразило, то есть, как бы, он читает, что Артур Смоленинов, значит, не имеет права существовать в неком европейском сообществе, а сам, тем не менее, там существует, и все равно патриотически пьяно бьет себя в грудь, и, значит, докапывается до нашего друга. Вот эти кадры меня просто вывели из себя. Слышишь, подожди, а это... Слышь, это ты артиста, да, вот, который все бежит-то против России-то, Овца ты тупорилый, бля. Сиди здесь, бонжуй, бля. Черт, бля, уехал. Фуфлыжник, сука. Ты чего делаешь? Приехал, хуй, тебе дать пососать, черт, бля. Фуфломет, я'я. Ренат, честно говоря, для самого этого крикуна, я думаю, эта съемка была гораздо большим событием, чем для Артура Смоленину. Артура Смоленину, с которым я 10 минут назад созванивался, он как раз, понимаете, абсолютно спокоен. В его жизни довольно много было и скандалов, и, в общем, не побоюсь этого слова, драк. Конечно, тут имелось в виду именно провокации. Люди хотели спровоцировать Смоленину на ответ. Ясно, что по пацанским законам, когда на тебя матом орут, ты должен периодически, в общем, человека просто физическим насилием останавливать. И поскольку Артур Смоленинов не только за словом, но и за хорошим ответом в карман не лезет, и тут он мог бы, конечно, этому гражданину несколько самооценку-то понизить. Я, так сказать, Артура наблюдал в драке и знаю, что этот человек не самый, опять-таки, миролюбивый. Но его не пустили, ему не дали поучаствовать в этой провокации, друзья его буквально схватили и увели. А так-то, знаете, издали орать, они все большие мастера. Я это все к тому, что, понимаете, обращать внимание на пьяные провокации в наше время себе дороже. Это не очень интересно. Кстати говоря, вот лексика и поведение этого приставучего фаната очень мало чем отличается, честно говоря, от твитов Дмитрия Анатольевича Медведева или от заявлений Марии Захаровой. Медведев уже перешел на мат, Захарова пока держится, я вижу, чего это стоит, Мария, поймите, я вижу ваши титанические усилия, и я должен их оценить? Все-таки МГИМО это фирма. Ни Лавров, ни вы, кроме знаменитой фразы про дебилов, пока еще не вышли на пространство обсцены и лексики. Дмитрий Анатольевич уже потерял всякие берега, тем более, что тексты ему тоже кто-то пишет. В общем, пьяные скандалы и пьяные гопли российского лимита, российских ли политиков очень мало чем отличаются по тону и стилю от вот этого ролика. На это, еще раз говорю, на это обращать внимание себе дороже, поэтому Смоленинов занял единственную правильную позицию, он репетирует новую роль. Вот это то, что надо делать, я имею в виду роль, конечно, не политическую роль, а в спектакле. Вот это правильно, вот этим надо заниматься, а то, что нам кричат вслед, понимаете, как говорил в свое время Пушкин, если кто-то плюнул на мою пальто, так это не моя забота, а забота моего лакея вытереть плевок. Про русскую обидчивость еще хочу с вами поговорить. Тут на прошлой неделе вновь начали хоронить в России Ютуб, и очевидно, что российские власти обиделись на Ютуб, на руководство Ютуба, что вопреки неким, не знаю, существовавшим, может быть, несуществовавшим договоренностям, начали закрывать не только политические Ютуб-каналы, но и каналы, которые притворялись шоу-бизнесом, каналы людей, которые притворялись артистами, дошли до лепса Полины Гагариной. Как вам кажется, вообще правильно ли закрывать лепса Гагарину, условного, там, не знаю, автора канала «Эмпатия Мануччи», и не допускает ли Ютуб ошибку? Потому что, понятное дело, что российские власти в этой обидчивости отомстят российскому зрителю тем, что нас с вами тоже закроют. Для российского зрителя. Ну, не могут они закрыть-то, понимаете, Ренат? Вот в этом еще одна замечательная особенность не только Ютуба, но интернета вообще. Пока российские власти своими запретительными мерами очень сильно повышают рейтинг всего запрещаемого. Ну, начнем хотя бы с издательства Freedom Leaders, с которым тут вот недавно запретили издавать и продавать книгу Ивана Филиппову «Мышь». Ну, такой зомби-апокалипсис, замечательный, кстати говоря, очень увлекательный роман про мышь, которая всех покусала, и страна сошла с ума. Интересное, по крайней мере, объяснение происходящего. А тут же количество продаж возросло экспоненциально, понимаете, там процентов на 2 больше, чем российская преступность после начала СВО. Поэтому с запретами и с пропагандой это все палка от двух концов. А что касается запрета Ютуба на российской территории, ну, допустим, это запретятно. Но ведь действительно для власти каждая такая запретительная мера чревата обрушением собственного рейтинга. Ютуб-то ведь нужен не для того, чтобы нас с вами смотреть. Помните, как говорил Луна Чарский, пролетариат победил не для того, чтобы смотреть «Мистерию Буф», а для того, чтобы ходить в синематограф. Это, правда, он в моем романе говорил, но я уверен, что в жизни он думал нечто подобное. Никогда так не было, чтобы запрет какого-либо из сетевых сервисов повышал рейтинг власти. Это создает новые неудобства для пользователей, в том числе для тех же зрителей, там, футбола и так далее. Можно запретить все. Ну, и ТикТок можно, они пытаются, да, и рэп можно. А можно в ответ на позицию Ютуба, который заблокировал 80 российских стримеров, можно в ответ на это вообще похоронить Ютуб. Но, во-первых, вот у россиян масса способов обходить цензуру, любой запрет, любые баны. VPN-то вы не запретите. VPN существует объективно. Это уже не говоря о том, что любые попытки запретить в России какую-нибудь программу, какую-нибудь литературу, приводит только к повышению ее престижа. Понимаете, я много раз говорил, что клеймо на агента – это государственная премия в том единственном формате, которому ее сегодня признать не стыдно. Если Россия запрещает, хорош сапоги надо брать. Простите за уже безмерно опошленную цитату из хорошего фильма. Поэтому, а, ничего не выйдет, а, б, жаль, что ничего не выйдет. Потому что, когда, наконец, Россия ведет тотальную цензуру, вот тут ее население и скажет «хватит». Хочу поговорить про один Ютуб-канал, который, видимо, на очереди в этом списке запрещаемых со стороны Ютуба. У Светланы Бондарчук тут вышло интервью. Возможно, вы его не смотрели, а, возможно, натыкались на фрагменты. К ней пришла в гости Екатерина Андреева, ведущая Первого канала. И это, конечно, просто хит. Но вот, когда я смотрел, я о чем думал. Ну, зрители, наверняка, тоже видели вот этот кусок про то, что, значит, Владимира Путина символ власти на руке, что лик его, значит, сквозь века в мировой истории. Там был еще один очень смешной момент про самый, значит, самый большой казус в эфире. И Екатерина Андреева не про Марину Овсянникову говорит, и фактически сорванную программу «Время». А Екатерина хихикает про то, что как однажды случайно ошиблась, и вместо слова «террориста» сказала слово «тракторист» Светлана Бондарчук хихикает в ответ. У него есть на руке символ власти. Это говорит о том, что у человека есть все данные для того, чтобы занять высокие посты. И вот, собственно, в случае с ним это и произошло. Плюс его лицо очень интересным образом переходит из века в век. Не знаю, как к этому относиться, но картина семейства Арнульфини, Ванейка, которая написана в 1400 каком-то году, если ее посмотреть, то там прям четко ты понимаешь, что это герцог Арнульфини очень похож на нашего Владимира Владимировича. Я смотрел, вот о чем думал. Аудитория Светланы Бондарчук, это скорее такие люди, которые делают вид, что войны не существует, но они вот типа про ноготочки, про салонной красоты. Вот когда им показывают вот подобное, вот такую чушь, они понимают, что Екатерина Андреева сошла с ума. Они понимают, что это же бред. То есть это скорее такая работа Света Бондарчук в пользу антивоенного движения, или это просто из пространства по ноптикуму все уже? Ну, во-первых, вот я не просто так потянулся за книжкой, у меня лежит на столе книга Колина Уилсона «Тайны». Колин Уилсон, кстати говоря, был в России очень популярен, «Паразит в сознании» издавали по-английски, комментировали. Он очень плодовитый писатель и журналист, который большую часть жизни занимался популяризацией оккультизма. Но я это купил потому, что мне просто для романа о мультиличностных, мульти, так сказать, «Multiple disorders» нужна тут глава одна про иерархию эго, такая юнгианская глава довольно полезная, поэтому я эту книжку и за большие прав деньги купил в одном денверском букинисте. Но тут по большому-то счёту, понимаете, Уилсон прав в одном, когда он говорит, что материалистические, оккультные, магические объяснения мира, они в сущности равноправны. Любая картина мира, которую создаёт человек в своём сознании, логически, внутренне, безупречна. Только важно одно иметь в виду, указывает он, говоря о Летбридже, таком своём кумире и предшественнике, оккультные, магические, вообще нематериалистические теории имеют в обществе, вот странное совпадение, огромное хождение в тёмные времена. Чем времена темнее, чем дальше идеалы просвещения, тем больше оккультизма. А к оккультизму как раз Уилсон относился без восторга. И то, что писал Летбридж, это в огромной степени, или Фрейзер, например, там «Золотой ветви», это было скорее разоблачением этих вещей, нежели их популяризацией. Ну, просто надо понимать, как и почему в общество внедряются тёмные суеверия. Только там прямо сказано, что появление в обществе большого количества тёмных суеверий говорит о его катастрофическом, кризисном состоянии. То, что начала рассказывать Катерина Андреева, это всё не ново. Понимаете, огромное количество людей Гитлера видели древнего воителя, видели генерали Франка, реинкарнацию великих героев и так далее. Это всё не ново. Это всё то, на что ужасно падок обыватель. Вот тот же самый обыватель, который англосаксов ненавидит, но европейский футбол смотрит. Иными словами, дремучее невежество показатель двух вещей. С одной стороны, это показатель общества, которое резко деградировало и скоро начнёт стрелять себе в ногу, да уже стреляет, в общем. А с другой стороны, это показатель чудовищного триумфа, некомпетентности и такой массовой глупости. Понимаете, вот подумать только, какие люди сегодня рулят процессами. Дугин, который кричит о глубоком позитивизме, о глубокой положительности войны, о том, что это тревожное, да, сказанное миру и так далее. Юнгера цитирует. И то, что главный идеолог у нас Дугин, на которого даже в 90-е никто всерьёз не смотрел. То, что у нас является одним из рупоров государства Екатерины Андреевы с её публичным схождением с ума в телевизионной программе. То, что у нас, значит, Гойда звучит, я продолжаю наставить на том, что это самопародия, но Гойда звучит от охлобыстина. Такого падения ни в какие большевистские времена, ни в какие 30-е годы Россия не переживала. Россия бывала людоедской. Но она оставалась предумомной, да. Всё-таки Иван Грозный был, конечно, сторонних пыток. На библиотеку у него была неплохая, и письма его сохранившиеся – это всё-таки не документы безумия. Это образцы довольно убедительной риторики. Курмскому он пишет, к английскому королеве, но он остаётся умным. То, что мы демонстрируем сегодня всему миру под видом России, российской культуры, российской идеологии – это ещё и очень показательный пример падения. И опять я этому не радуюсь, потому что, в конце концов, я представитель той культуры, которая сегодня семимильными шагами бредёт в бездну. Вы знаете, вот я сейчас слушал вас и вспоминал 90-е, своё детство, когда на каждом шагу, значит, гадалка, ведунья, приворожу, расцвет сект, Мария Дэви Христос, какой-то храм Путина в Нижнем Новгороде. То есть мы входим примерно вот в ту же самую эпоху, да. Вот доверия церкви нету, доверия власти нету, и люди начинают гадать на Таро в историках в Инстаграме. Вот в этой же книге, на первых же её страницах, а это продолжение его бестселлера об оккультизме, Колин Уилсон, довольно просвещённый человек, говорит открытым текстом. Времена победившего оккультизма, а это ещё, кстати говоря, термин Андрея Кураева, мы страна победившего оккультизма, времена популярности, спиритизма, оккультных учений, вообще любых учений, снимающих с человека моральную ответственность. Это всегда времена национальных катастроф и деградаций. И более того, Уилсон говорит открытым текстом, что религия – это единственная попытка вывести на свет и легализовать тот вообще-то тёмный инстинкт, который предупределяет любовь человека к магическому. Как раз любые попытки рационализировать это, они оккультистам отвратительны. Но время побеждающего оккультизма, время популярного оккультизма, ну, условно говоря, время Блаватский, это всегда тёмные времена. Именно поэтому, кстати, понимаете, всё же не случайно. Один из самых чутких современных российских писателей, Борис Акунин, в своём новом романе «Москва-синдзян», он как раз анализирует проблему оккультного, проблему Блаватский и смотрит, при том, что Блаватский там в романе довольно позитивный герой. Глеба Бокия, сторонника чекистского оккультизма, он разбирает попутно всё, чем чреват оккультизм для общества, чем чреваты тёмные, иногда абсолютно людоедские, сектантские взгляды и их популярность. Вот то, что многие талантливые люди во главе с Акуниным синхронно обращают внимание на эту опасность и начинают расписывать поведение Варченко и особенно Глеба Бокия, одного из основателей соловецких лагерей, модную сегодня фигуру. Это чрезвычайно показательно. Надо показать в зеркале миру, но не миру, русскому миру, какой песню он марширует. На прошлой неделе мы с вами в программе затронули тему мигрантов, конфликта вокруг мигрантов. На днях Федеральное агентство по делам национальности выпустило, с одной стороны, смешную, все над ней похихикали, с другой стороны, чудовищную памятку. Памятка для мигрантов как себя вести. Нельзя насиловать женщин на улице, не нужно резать баранов. Какие-то такие жуткие очевидности. Я вот о чём задумался. Это попытка примирить или наоборот попытка ещё сильнее разжечь, как вам кажется? И вообще вот такие памятки, они полезны или это страшно? Нужно над этим не хихикать, а говорить, что это жуть. Знаете, как сказало моего любимого Честертона, не надо извлекать глубокие теоретические мысли из формально-бюрократических симптомов. Здесь перед нами бюрократические симптомы. Эти люди выпускают памятки не потому, что они с чем-то бурятся или что-то разжигают, а потому что они имитируют бурную деятельность. Давайте будем откровенны. В России ничего не делалось серьёзно для того, чтобы вовлечь мигрантов в культурную жизнь, чтобы создать им собственную культурную жизнь, чтобы избавить их от ксенофобии на каждом углу и гарантировать их права, или чтобы хоть паспорта не отбирали. А в России по большому счёту не было работы с мигрантами. Мы здесь не одиноки, потому что во Франции Саркази пришлось в своё время признать то же самое. Как бы он ни ругал этих людей, там, ракальями и бастардами, но нельзя не признать того, что это был провал миграционной политики той же Франции. Когда у тебя жгут машины, это не вина машин, но и не вина только поджигателей. Это обстановка, которую ты создал. И никакие памятки мигрантам этого не изменят. Поздно, батенька, пить боржоми. Уже не может российская экономика жить без мигрантов. Россияне не рвутся выполнять чёрную работу. Но что самое печальное, и не может российское население, понимаете, с одной стороны, демонстрировать высокомерие всему миру и ксенопобию лютую, а с другой толерантно относиться, так сказать, к курьерам и доставщикам пиццы. Не может. Это общество, которое одинаково ненавидит и белых, и чёрных, и вообще всех. Оно бесконечно любит только себя, причём непонятно за что. Оно не может этого сформулировать. Поэтому это ещё одна, понимаете, ещё одна гниль, ещё одна язва, которая по России расползается. И как это всегда бывает, понимаете, вместо того, чтобы эти язвы лечить, российская власть, ну, знаете, как тот хирург, у которого не получалось, начинает резать по всему операционному полю. Что бы сегодня российская власть ни делала, не идут дела. Потому что последние люди, которые могли как-то нормализовать ситуацию, те же сесли бы, сегодня потенциальные враги. А почитайте, что про них пишут у Дзене. Поэтому хотят, Дзенка, и что, ещё помойка, ну, тоже зеркало. Поэтому никакие памятки, никакие попытки сегодня уже ничего не изменят. Россия разрушила все свои институты и быстро довольно влетает в гражданскую войну. Она, кстати говоря, потому так и много говорит об американском расколе, что по сравнению с внутренним расколом, внутренней смутой самой России, это не имеет никаких шансов. Никакой раскол на Западе близко не подходит к той ненависти всех, ко всем, которые мы видим сегодня в России. Видим, к сожалению, практически везде. И когда они, вот нас с вами ненавидят, смотрят, но ненавидят, это тоже такой пелевенский лозунг «смотреть и ненавидеть». Когда они смотрят на нас, они тоже всё время говорят «О, раскол в либералах! О, либералы не согласны!» Да, ребят, либералы договорятся, а вот вы начнёте друг друга перекусывать очень скоро. Я отправляюсь пить боржоми, пусть делать это поздно. Спасибо большое, Дмитрий Львович, Дмитрий Быков и программородлигатыш. А вот подождите, Ренат, хочу напомнить одну штуку. Помните, я вам неделю назад сказал, через неделю нам очень будет о чём поговорить. Для того, чтобы делать такие прогнозы в Англии быть не надо, но произошли события. Так вот я вангую сейчас в конце этой программы, что через неделю ситуация перевернётся с точностью да наоборот. И это будет очень интересно. До скорого, пока! До скорого, пока! Отдельно рад за зрителей программы «Навигатор», потому что все внимательные поклонники нашего Дмитрия Львовича творчества, я думаю, только и делали, что смотрели, что там за отдельное действие происходит за спиной Рената. Люди ходят туда-сюда. Как будто это такое, знаете, хорошее артхаусное кино, в котором действия рассредоточены по экрану. Желаю вам жить в хорошем кино. И увидимся ровно через неделю. Оставайтесь с нами. У нас всегда интересно. И, конечно, берегите себя.